Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с Батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях на столе храма в честь иконы Божьей Матери от Рады Утешения на Ходынском поле Патрия Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иоанн! Здравствуйте! Благословите наших телезрителей! Господи, благослови нас и помилуй! Мы встречаемся во время Великого, простите, Рождественского поста, и сегодня тема нашей передачи «Смысл Рождественского поста». Отец Иоанн, я, наверное, не случайно говорился, потому что стоит обозначить разницу, мне кажется, между Рождественским и Великим постом. В чем особенность именно Рождественского поста? — Действительно, каждый пост, он уникален, так же, как уникален каждый церковный праздник. Некоторым людям кажется, что пост — это всегда пост. Время грустное, время скучное, время какого-то тягостного труда, и поэтому даже люди не задумываются о том, что пост может дарить радость. И не только радость, но и у каждого поста свои оттенки этой радости. Вот Рождественский пост, в отличие от поста Великого, он наполнен церковными праздниками. Если посмотреть церковный календарь, то почти каждую неделю Церковь совершает празднество в честь икон Божьей Матери, в честь чтимых святых. Весь пост наполнен праздниками. Это отражается и на рационе поста, на том, что благословляется вкушение рыбы. Это отражается и на состоянии людей, молящихся и постящихся. Все-таки мы все находимся в ожидании Рождества Христова, в ожидании встретить эту великую тайну благочестия, воплощения Сына Божия. Богослужения, которые совершаются в дни поста рождественского, они наполнены этой радостью ожидания Рождества Христова. Последние дни, которые обычно у нас совпадают с празднованием Гражданского Нового Года, особенно строгие. Тогда уже мы постимся без рыбы, постимся более строго, более сосредоточенно, непосредственно уже молитвенно подготавливая себя к празднику Рождества Христова. Хотелось бы вспомнить такой момент. Недавно в разговоре с одним человеком я услышал такой вопрос. Он говорит, я всегда считал, что пост – это возможность тренировать свою выносливость, быть более закаленным, более выносливым, более устойчивым, более волевым. И он меня спрашивает, разве это не так? Я ему возразил, сказал, что, конечно, совсем не так. Потому что тот, кто постился, он прекрасно понимает, что выносливости в пост не прибавляется. Скорее, наоборот. Многие из нас, когда начинают впервые поститься, жалуются на то, что в пост как-то всё становится тяжело. И не просто тяжело, а как-то и настроение портится, и раздражение больше становится, и какое-то всё время такое состояние какой-то возбуждённости нехорошей. И мы часто срываемся на своих близких. И всё это происходит в дни поста, когда, казалось бы, наоборот, мы должны сиять святостью, благочестием и всех любить. Ведь ему потому, что обостряются чувства, как добрые, так и злые. Вот удивительно, что пост, он является средством, чтобы человек мог познать самого себя. Средством, чтобы увидеть свои страсти, которые внутри. Если мы живём благополучно, хорошо кушаем, много отдыхаем, делаем всё в своё удовольствие, и ничто нас не напрягает, то мы порой не видим самих себя в таком состоянии. Мы самодовольны. Нам кажется, что у нас всё прекрасно. Мы хорошие люди, добрые. Мы грехов никаких не совершаем. В нашей жизни всё идеально. Ну, ещё чуть-чуть не хватает до полной святости. Так часто думает человек, который никогда не постился. И вот, начиная поститься, мы вдруг обнаружим в себе множество разных страстей. И вот смысл поста как раз в этом, чтобы увидеть свои страсти скрытые, чтобы познать свою духовную немощь. А следующий шаг, человек познаёт свои немощи, а что же дальше-то ему делать? Как от этого избавляться? Следующий шаг – это покаяние. Раз ты видишь в себе страсти, ты начинаешь чувствовать необходимость покаяния, необходимость что-то с этим сделать, просить у Бога помощи. Господи, помоги, я погибаю. А покаяние, оно рождает ещё одно качество в человеке. Покаяние приводит человека к тому, что он понимает, что ему необходимо. Необходима молитва, необходимо таинство церковное, необходимо обращение к Богу, а не надежда на самого себя. То есть человек приобретает смирение. А смирение – это почти уже любовь. А что любовь? Любовь милосердствует, она не завидит, не завидует, не гордится. Она всех жалеет, любовь. И так рождается в человеке милосердие. То есть, собственно, начиная с познания своих немощей, пост приводит человека к тому, что раскрывается сердце для любви к ближнему. И тогда уже человек приобретает вот это великое сокровище. Ведь результат поста – это стяжать любовь, хотя бы в какой-то степени. В какой-то степени приблизиться к этой великой добродетели. Вот так постепенно человек идёт этим узким путём. Узким путём к стяжанию любви, к стяжанию благодати Божией. Несомненно, что многим трудно проститься людям. Многие люди и болеют, кто-то не в состоянии воздержаться от определённых продуктов, у кого-то диета. И часто задают такой вопрос в начале поста. А вот что нам можно есть, а что нельзя? И все вопросы, к сожалению, сводятся только к этому. Гастрономические вопросы. Чисто гастрономические вопросы. Как провести пост? В смысле, что нам кушать, а что не кушать? Это наша большая ошибка, когда мы думаем только о еде во время поста. Собственно, пост установлен не для того, чтобы нам собрести какую-то определённую диету. Пост установлен для того, чтобы нам научиться быть милосердными, научиться любить Бога, научиться любить ближних. Каким путём это можно сделать? Конечно, невозможно сказать, что вот с сегодняшнего дня я буду добрым, хорошим, буду всем помогать. Не получается. Каждый человек видит в себе, что в нём... Ему что-то всегда мешает. Он хочет сделать добро. А начинает тщеславиться. Начинает тщеславиться, и получается ещё больше зла. И вот церковь очень мудро нас постепенно-постепенно ведёт к стяжанию добродетелей милосердия. Если мы вспомним Святое Евангелие, вспомним чтение, которое мы читаем неделю о страшном суде. Нам повествуется о том, как Господь одних людей стоит по правой стороне, других по левой, и говорит, придите ко мне благословенные, наследуйте царствие. И те, кто по правой стороне, спрашивают, а что мы сделали, чтобы наследовать царство? Чем мы заслужили это? И Господь им говорит, что вы посетили больного, заключённого, страждущего, и поэтому вы достойны царства небесного. Накормили голодного. Накормили голодного. Проявили милосердие. А тем, кто по левую сторону, скажет, отойдите от меня, потому что вы не посетили страждущего, больного, голодного не накормили, были не милосердны. И вот по этому признаку Господь и судит людей. Потому, какие дела милосердия были совершены им. Никаких вопросов о воздержании в пище, о количестве молитв не будет. О волевых качествах. О волевых качествах не будет. Вопрос только о милосердии. Вот это главный критерий состоятельности жизни человека. Как он живет свою жизнь, как он ее прожил. Достойно или недостойно. Было ли в его жизни милосердие к ближним. Или была любовь только к самому себе. И вот пост, он как раз и призывает нас к милосердию. Особенно рождественский пост. Рождественский пост, он издавна было принято в дни рождественского поста у нас проводить особые благотворительные ярмарки, разные праздники для сирот, для больных, навещать заключенных, убогих, страждущих. Ведь в чем смысл воздержания в пище? Когда мы воздерживаемся в пище, мы можем... То, что у нас остается, то, что мы сэкономили, мы едим меньше, мы меньше тратим на свою еду. Вот этот излишек мы можем потратить для помощи своему ближнему. Мы воздерживаемся от лишних дел, ненужных. Мы, например, не предпринимаем какие-то большие дела, которые могут отвлечь нас от молитв. Но оставшееся время мы же не можем проводить в праздности. Это время мы как раз можем посвятить служению ближнему. И вот все вот это как раз и является призывом к тому, чтобы мы не просто проводили пост для себя, чтобы мы не просто заботились, вот как бы нам не оскоромиться, как бы нам не нарушить пост в еде, как бы нам прочитать все положенные молитвы, вовремя исповедиться и причащаться. Это еще не полноценный пост. Это пост, который еще не принес своего плода в сердце человека. А чтобы пройти пост достойно, чтобы этот пост принес радость, чтобы мы в день Рождества Христова действительно ликовали, радовались, что с нами Бог, мы должны его проводить в делах милосердия. Многие люди говорят, что мы не знаем, как это делать. Как можно запустить сейчас заключенного? Наверное, это сложно, конечно, действительно сложно. Как можно накормить голодного? Многие скажут, да есть социальные приюты, там вот и покормят. Как можно больного навестить? Скажут, да вот сейчас больницы вообще такие все строгие, туда и даже к родственникам ты не пройдешь. Тем более навещать кого-то больных, там что-то им там приносить, их утешать. На самом деле не совсем так. Это некое заблужнение, такой поверхностный взгляд. Потому что сейчас, во-первых, вспомню о том, что этот год уходящий, это год волонтера. И в нашей стране сейчас очень приветствуется волонтерское движение. А что такое волонтер? Фактически это тот, кто бескорыстно помогает ближнему. И не только в целом в масштабах всей страны об этом говорится, не только какие-то чемпионаты мира или олимпиады проводятся с участием волонтеров. Я недавно был на таком большом мероприятии, которое называлось «Здоровье Москвы», ассамблея «Здоровье Москвы», куда съехалось несколько тысяч участников. Это представители московской медицины, врачи, главные врачи, больницы, медсестры, ученые, медики, которые занимаются разработками. На этом мероприятии выступал Сергей Семенович Собянин, который награждал выдающих врачей. И, кстати, там была такая мысль, которая повторялась многими докладчиками. Несмотря на то, что медицина наша в Москве хорошо развивается за счет высокотехнологичного оборудования, нового инструмента, нового оборудования, за счет повышения квалификации врачей, которые действительно делают очень хорошую операцию на мировом уровне. Но существует один большой недостаток. Недостаток ухода и заботы о пациентах. Об этом говорили сами врачи. И многие главные врачи больницы, они заинтересованы в том, чтобы были люди, которые, конечно, организованы, конечно, были, может быть, немножко подготовлены к этому, но навещали больных не с тем, чтобы делать какие-нибудь медицинские процедуры с ними, а чтобы просто с ними общаться, просто их утешать, просто оказать им поддержку. А для этого нужно какое-то специальное образование? Специального, сложного образования не нужно. Я вам скажу так, что сейчас в Москве при комиссии по больничному служению, которая является частью синодального отдела по церковной благотворительности, организованы краткорасточные курсы, трехмесячные, для всех желающих помогать священникам в больнице. Все наши московские больницы, они так или иначе взаимодействуют с какими-то храмами. Почти, наверное, нет больниц, где нет храмов, где нет священника, который приходит и навещает больных. Но один священник на огромной больнице, что он может сделать? Священнику нужны помощники, нужны люди, которые могут прийти, поговорить с человеком, объяснить ему какие-то христианские основы, христианская вера, объяснить ему, как молиться, помочь ему подготовиться к таинствам, ну, просто утешить. Вот эти волонтеры, помощники, они необходимы для священника. Вот. Большая часть работы как раз делается именно ими. И вот для того, чтобы быть таким волонтером, не нужно каких-то особого образования. Достаточно вот закончить эти трехмесячные курсы, где очень интересные и врачи, и священники, и ученые рассказывают о навыках общения с людьми, об особенностях больничного служения, о каких-то вопросах психологии. Вот. И вот все вот это, оно в течение короткого срока позволяет человеку подготовиться, чтобы правильно вести себя в больнице, чтобы, с одной стороны, не нарушать порядок больничный, с другой стороны, чтобы не травмировать никак больного, может быть, морально, каким-то ненужным словом, но, с другой стороны, чтобы уметь его утешить, уметь его поддержать. Это очень-очень важно сейчас в современной медицине. Это служение связано, так я понимаю, с миссионерством, то есть... Фактически, здесь объединено все. Здесь и миссионерство, потому что люди встречаются разные. Есть люди, которые вообще никогда ничего не слышали о вере. Есть люди других вер, которые порой одна слушанница этих курсов рассказала такую интересную историю. Она ходила по больнице, и в палате был человек мусульманской веры. и он ей сказал, расскажите мне что-нибудь о Христе. И она говорит, я рассказал ему символ веры, как могла, своими словами. И потом, после этого, она говорит, вот я увидел на глазах его слезы и сказала, спасибо вам, какое хорошее дело вы делаете. Вот так вот человек другой веры, так был тронут ее словами, ее служением. Поэтому это важно для всех, всех людей, всех национальностей, всех религий, все люди откликаются на добро. И совершенно не обязательно говорить о том, что вот наша вера самая правильная, давайте все креститесь, давайте все причащайтесь, даже не об этом речь, а речь о том, чтобы просто явить человеку сострадание и любовь, сочувствие. Это самое главное проповедь. Да, да. И вот такое служение милосердия является одним из, одной из целей поста, для чего мы постимся, чтобы быть милосердным. Во многих храмах существует такая социальная работа с заключенным, когда люди пишут письма из мест заключения, даже в наш храм приходит несколько письм каждый месяц, на них надо уметь ответить, надо уметь как-то человека утешить в письме, может быть, какую-то небольшую материальную помощь посылать, какую-то посылочку. Это тоже большая работа, которая требует и силы, и времени. Есть храмы, которые окормляют детские интернаты, там живут брошенные дети, у которых нет родителей. Представляете, как они радуются, когда к ним приходит человек, и они кричат «Мама, мама!» и не хотят расставаться, потому что они видят в каждом взрослом родителей своего, и для них это большая радость в чужении. И такие есть виды служения и помощи ближним. То есть, этих видов служения очень-очень много. И хотелось бы, чтобы мы именно в дни поста об этом вспоминали, потому что это и есть вот та деятельная любовь, которая ждет от нас Господь. Вот мы в начале передачи говорили о том, что пост помогает нам увидеть свои немощи, грехи и прийти нам к покаянию. Ну, хорошо, мы покаялись, мы пришли на исповедь, а что дальше? Мы должны принести плоды покаяния. И плоды покаяния как раз и заключаются в тех добрых делах милосердия, которые мы можем сделать. Иначе пост оказывается бесполезен. Если мы после того, как мы соболели диету, мы пропостились, все выполнили, а мы добрее не стали, то пост получается для нас бессмысленным. И поэтому каждый год мы все одно и то же спрашиваем, можно нам молочное есть или нельзя. Мы не думаем о самом главном. Мы не думаем, приобрели ли мы любовь в эти дни поста, сделали ли мы какое-то доброе дело. Кого-то мы утешили, кому-то мы помогли. Нет, мы об этом даже не спрашиваем, а спрашиваем о том, можно нам молоко, есть или нельзя. Формализм получается. Да, к сожалению, мы оказываемся без радости во время праздника Рожда Христова. Ведь многие из нас с этим сталкивались, и я тоже сталкивался, что ждешь праздника, а когда приходит сам праздник, вот как-то вот такой большой радости не ощущаешь. Не ощущаешь ликования, которые испытывали ангелы, которые пославили родившегося Христа. Не ощущаешь вот этого легкости, этого света в душе. Как раз, наверное, именно потому, что мало дел милосердия. Поэтому и нет радости. И вот я всех призываю наших телезрителей об этом задуматься, как каждый из нас мог бы реализовать в этих делах милосердия. Сейчас, слава Богу, много возможностей для этого, вся информация открыта, можно зайти на сайт любого храма и увидеть, какой социальной работой занимается этот храм. И к этой социальной работе присоединиться. Потому что, конечно, самому человеку трудно взять и с улицы прийти в больницу или письмо заключенным писать. А вот прийти в свой приходской храм, приходской храм, это не только место молитвы. Это такой маленький центр, куда люди собираются для того, чтобы реализовать себя, все свои лучшие качества, чтобы научиться делать добро. такие миссионерские центры, центры социального служения, центры, из которых должна остачаться любовь. И чем больше людей в таких центрах, тем лучше. К сожалению, не хватает сейчас, на мой взгляд, участия прихожан в жизни приходов. К сожалению, сейчас вся социальная нагрузка, все служение, оно лежит или на священниках, или на штатных сотрудниках храмов. А это очень мало, это недостаточно, не в состоянии просто небольшой штат храма, там 30 человек, ну и несколько священников, вести всю социальную работу в своем районе. Вот если бы хотя бы в дни постов мы бы объединялись, нас становилось бы больше таких делателей, милосердия, то мы могли бы очень много сделать. И вот эти периоды постов, они были бы особо для нас праздничными, радостными, потому что мы действительно занимаемся настоящим делом. А наши житейские дела в эти дни могут быть немножко отложены, но потом, потом успеем сделать. Расскажите, пожалуйста, Теция Иоанн, поподробнее о курсах волонтеров, помощников с больничным священником. Я уже сказал, что в Москве в этом году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла организована комиссия по больничному служению. Раньше такого не было в нашей церковной жизни, а сейчас, слава Богу, это появилось. То есть, теперь смысл в том, чтобы все больничное служение в Москве координировать под общим началом, под патронажем этой больничной комиссии, которую возглавляет епископ Пантелеймон. Он много-много лет, около 30 лет занимается больничным служением. Наверняка многие из вас знают этого владыку, который организовал Свято-Дмитровское училище сестер милосердия. И выпускники этого училища уже много-много лет трудятся в московских больницах и главными врачами, и сестрами. И вот эта комиссия по больничному служению, она призвана тому, чтобы координировать работу храмов по окормлению больниц. Кроме того, при этой комиссии с сентября месяца, с конца сентября, начало октября, работают курсы для помощников больничных священников. Информацию об этих курсах можно подробнее узнать на сайте милосердия.ру. Там есть раздел больничное служение, и там есть расписание, как работают эти курсы, какие лекции читаются, темы лекций, условия приема на эти курсы. Курсы продолжаются три месяца. Вот на первый набор подали заявление больше двухсот человек. Естественно, был экзамен, был отбор, около ста человек было отобрано, которые сейчас занимаются. Раз в неделю в больнице свидетеля Алексея, митрополита Московского, проходят занятия этих курсов. Около ста человек, огромная аудитория, и мужчины, и женщины, люди, которые желают, горят этим стремлением помочь ближнему. Им читают лекции священники, врачи, медсестры, психологи, о разных аспектах больничного служения. Там есть и вопросы медицинской этики, и вопросы, как общаться с тяжелыми больными, и вопросы богослужебного характера, догматические вопросы, истории церкви. То есть множество разных аспектов, которые могут быть затронуты в этом служении, в этом деле. В конце курсов, вот сейчас вот, в конце декабря предполагается экзамен для слушателей, и по результатам этого экзамена им будет дан сертификат, что они эти курсы прослушали, что они могут быть помощниками больничного священника. И возможно, что их будут распределять еще по храмам или по больницам. Еще хотелось бы к этому добавить, что многие главные врачи, они тоже заинтересованы, чтобы у них были такие помощники. Единственное, что они должны быть организованы, они должны быть обучены, подготовлены, но, в общем-то, и сама медицина, и сами больницы тоже в этом вопросе идут навстречу. Поэтому я думаю, что у этих курсов большое будущее и у этого движения. Многие знают, что во многих больницах есть больничные храмы, есть молильные комнаты, слава богу, в Москве почти во всех больницах это есть, но не все знают, к сожалению, что эти храмы часто пустуют. Вот представьте такая ситуация, ЦИТО, это институт, который занимается травмами, там есть больничный храм, но на литургию приходят 2-3 человека всего лишь, хотя это огромная больница, большая, потому что люди просто физически не могут прийти. Так вот, для того, чтобы молитва церковная была ближе к пациентам, чтобы пациенты могли участвовать в молитве, могли участвовать в таинствах, сами священники должны больше ходить по отделениям, по больничным. Я сам стараюсь иногда так делать, когда у меня есть время, просто обходить больничное отделение, просто разговаривать с людьми, общаться, и огромный отклик, огромный интерес к этому общению среди больных. Есть еще одна форма служения, когда служатся молебны, водосвятные, прямо в отделениях больницы. Вот по благословению Владыки Пантелеймона, мы с сентября месяца у себя в Откинской больнице служим такие молебны по разрешению администрации, главного врача, согласованию. Мы выбираем удобное время, когда мы никому не мешаем. Это обычно вечером, после ужина, когда закончились процедуры, когда все свободны, когда, в общем-то, можно уже и помолиться. Мы собираемся в холле, для этого особых каких-то помещений не надо. Мы приглашаем всех больных, кто может добраться до холла, где на посту. И там служим водосвятные молебины. Потом общаемся, кто желает, исповедуем. То есть происходит такое вот очень праздничное, такое торжественное событие. Мы вместе помолились, вместе пообщались, люди задали вопросы, кто-то покаялся в грехах, поисповедовался, и после этого всегда ощущение праздника. Этот праздник устроить очень легко. Для этого надо просто, чтобы священник договорился с администрацией, чтобы у него были помощники, сестры, еще желательно, чтобы они умели петь, тогда еще более празднично будет. И пришли, такой праздник устроили людям. Вот это вот такое реальное служение милосердия, которое не так сложно организовать, которое приносит огромные плоды. У нас, например, после молебнов очень много людей, которые говорят, а мы хотим причаститься, мы хотим пособороваться, начинать спрашивать, начинать задавать вопросы, потом говорят, мы обязательно придем в храм. То есть, это миссионерство. Это и утешение, это и милосердие, это и миссионерство. Наверное, еще люди быстрее выздоравливают благодаря такой работе. Безусловно, потому что я думаю, что все врачи, которые много лет работают в больнице, понимают, что от них зависит не так много. Даже вот на этой конференции, о которой я вам рассказывал, там приводилась такая статистика, что 50% зависит от усилия врача, нет, даже 20% от усилия врача, там процентов 30 зависит от ухода за больным, а остальные проценты зависят от его внутреннего настроя. Вот этот внутренний настрой сформировать, помочь человеку быть в позитивном настроении, не унывать, не расслабляться, не падать духом, это как раз зависит от вот этого служения, от того, чтобы просто прийти, навести человека, поговорить, утешить его. Поэтому это огромный потенциал в этом служении, я думаю, что и тогда и нареканий на нашу медицину будет меньше, потому что многие ведь недовольны больницами, говорят, вот так, у нас все плохо. А почему плохо? Врачи хорошие, оборудование хорошее, экспресс-анализы, всякие методики современные, у нас сейчас действительно медицина на хорошем уровне, а плохо то, что нет вот этого самого низшего звена общения с больным человеком, утешения его. Хочется вспомнить служение Зайты Федоровны, ведь она организовала свою Марфу и Марьевскую обитель не для того, чтобы там использовать высокие технологии медицины, хотя там были хорошие врачи, но прежде всего это уход и милосердие. Она обходила каждого больного, она с ним разговаривала, она с тяжелыми больными проводила ночи, чтобы их поддержать, чтобы их морально поддержать, духовно поддержать свои молитвы, потому что в медицине это очень-очень важно. Если у человека, допустим, нет времени проходить курсы, даже краткосрочные, даже трехмесячные, есть ли какая-то возможность вот прямо сейчас, прямо в течение этого поста сделать подобное дело милосердия, не дожидаясь окончания курса? Я вам могу раскрыть секрет, что у нас при храме от родной утешения существует группа сестер милосердия, которые никаких курсов вообще не проходили. Просто люди пришли по желанию сердца и помогают. И очень большая от них польза и отдача. Особенно тогда, когда человек не ищет своего, не говорит, а что мне за это будет, а какие мне будут от этого привилегии, какие мне ординат там повесят, как меня наградят. А просто вот желание сердца помочь ближнему. Если есть такое желание, никаких помех никогда не будет. Я думаю, что в любом храме так. Даже если у человека нет возможности, скажем, регулярно помогать, просто вот освободилось, допустим, какое-то время, он пришел, помог, то есть можно... У нас все люди, которые нам помогают в храме, они все работающие. Они приходят обычно раз в неделю в вечернее время после работы, вот каждый. Они между собой распределились, и в каждый день недели кто-то ходит в больницу, кто-то помогает. Это совсем несложно. Найти два часа, чтобы просто зайти в больницу вместе со священником, навестить больных. Это совсем несложно. Несложно так, как кажется, потому что мы гораздо больше времени проводим у телевизора или в пустых разговорах, в каких-то ненужных делах. Совсем немного, но это, понимаете, это не только наш долг, это не только наша обязанность, служение, милосердие. Это еще для нас большая радость и утешение. Хочется вспомнить слова преподобного Ава Дорофея, который сам был начальником монастырской больницы. И он говорил, что не столько мы помогаем больным, сколько больные благотворят нам. Как раз вот это благотворение от больных заключается в том, что мы испытываем радость, когда мы посетили больного. Вот. И эта радость, она как раз и оправдывает все наши труды, и все наши трудности, тягости. Вот. Бывает так, что, когда долго не хочешь в больницу, ощущение какой-то подальности и тяжести на душе, когда занят какими-то делами мелочными, какими-то заботами, какие-то страхи. Но стоит сходить в больницу, там, отслужить молебен или просто с людьми пообщаться, то выходишь успокоенный, радостный, что вот, наконец-то, сделал самое главное дело в своей жизни. А все остальное уже не так важно. Парадоксально, кажется, больница, кажется, место, где люди болеют, и, казалось бы, должно это место провоцировать человека к унынию, а получается наоборот. Получается, что как раз больничное служение приносит радость, утешение. больница, это может быть место радости тогда, когда в нем есть милосердие. Вот если нет милосердия в больнице, тогда больница может превратиться в тюрьму. А если там есть люди, которые от всего сердца служат ближнему, то больница превращается в святое место, в святую обитель. Вот. И является источником, безусловно, радости. И не только радости такой чисто человеческой, что пообщаться и утешить, а радости общения с Богом. Наверное, это касается всей нашей жизни. Может быть, не обязательно человеку начинать сразу служить в больнице или помогать заключенным. Может быть, в своей повседневной жизни просто помочь своим родственникам, близким, в конце концов, просто прийти в свой приходской храм и как-то помочь, это уже будет большим делом. Безусловно. Безусловно. Это, конечно, самое первое, что мы можем сделать, это оглянуться вокруг себя, увидеть тех, кто рядом с нами. Это наши родственники, наши родители, наши близкие, которых мы давно не навещали, с которыми мы давно не общались, которых надо навестить в пост в рождественске. Не для того, чтобы устраивать застолье, а для того, чтобы помочь, для того, чтобы поддержать человека, особенно старенького, больного. В больницах находится только маленькая часть людей, страдающих, основная часть находится по домам, где вообще никто их не видит и не знает. У каждого человека есть свой приходской храм, который нуждается в помощи, в милосердии нуждается. Ведь храмы, это не какая-то организация, которая вот самодостаточная. Храм живет за счет прихожан во всех отношениях, и в материальном, и в духовном. Если в храм не будут ходить прихожане, то храм фактически он не существует, если в нем не молятся люди, если люди не поддержат свой храм. И как раз особенно хорошо в дни поста прийти, предложить свою помощь в уборке храма, в уборке территории, сейчас зима, убрать снег, почистить дорожки, что-то еще помочь, помочь в подготовке к Рождеству, помочь в воскресной школе. То есть множество, множество есть способов применить свои силы для деятельного служения, милосердия и помощи. И ближним, и храму Божьему. Когда человек это находит для себя, то, собственно, он тогда и понимает, что он-то вот, и тогда он является христианином, когда он является членом церковной общины, членом прихода, не просто наминально, что я вот в этот храм хожу, это мой храм. Твой храм тогда, когда ты вложил свое сердце и свой труд в благоустройство этого храма. И тогда у нас не будет уныния, тогда мы будем радоваться и говорить, как хорошо, что мы христиане. И тогда мы сможем с особой радостью встретить Рождество и почувствовать этот праздник полноценно. Тогда мы поймем, что действительно с нами Бог. Потому что, если мы говорим такие великие слова «с нами Бог», это какая же должна быть, какой же должен быть свет в душе человека, какая же должна быть радость. и вот только после дел милосердия, после поста вот этого, который связан с трудами помощи ближнему, тогда только можно ощутить этот свет, эту радость Рождества Христова. В начале передачи мы говорили об особенностях рождественского поста. Еще одной особенностью является то, что последние дни поста приходятся на выходные, на праздничные дни. И люди светские в эти дни стараются отдохнуть, повеселиться, и это может провоцировать верующего человека как бы ослабить пост и недостаточно хорошо подготовиться к Рождеству. Как использовать вот эти дни, праздничные дни перед Рождеством в пользу, чтобы они стали не расслабляющим фактором, а наоборот, чтобы они помогли человеку лучше подготовиться к Рождеству? Последние дни поста, они самые сложные. Господь нас как бы проверяет, насколько мы готовы идти до конца за Ним, насколько мы вот любим Бога, насколько мы готовы перешагнуть все соблазны и искушения, чтобы довести пост до конца и не нарушить его. Во многих храмах в Новый год служат ночные литургии. Я думаю, что это прекрасная вот возможность провести светский Новый год в молитве. И не только для того, чтобы не нарушать пост и не быть запрадженным столом, но как раз для того, чтобы ощутить особенную радость, что вот вот все наедаются, все развлекаются, а мы бодрствуем, мы молимся нашему Господу, мы находимся в трезвении, мы не расслабляемся. Это особенно радостно человеку. Он как воин, который все время на посту, который все время находится как в боевой готовности, чтобы отражать какие-то духовные нападения на себя, бороться с страстями. Ночная литургия это очень хорошая такая возможность провести новогодние праздники, пойти на ночную литургию. Потом последние дни поста это обычно особо напряженные дни подготовки к Рождеству. В эти дни как раз много свободного времени, у всех выходные можно прийти в храм, помочь в обустройстве в храм, в подготовке храма к празднику, устроить вертеп, украсить его, нарядить елку рождественскую, помочь, кстати, эти ели привезти в храм, помочь их расставить, украсить храм елями или елочками. То есть вот эти новогодние праздники, большие каникулы, они позволяют найти время для того, чтобы побольше быть в храме. Некоторые люди в эти дни такого как бы всеобщего затишья в стране, они едут по святым местам, они к Рождеству себя готовят сугубо молитву, едут в монастырь какой-то, и вот несколько дней, два-три дня сколько остаются до праздника, особенно строго постятся, стараются уже не развлекаться ни на что, чтобы вот уже в чистоте, в молитве встретить Рождество Христово. Поэтому возможностей много, надо просто хотеть, надо просто хотеть быть с Господом, надо хотеть быть христианином, надо хотеть не потерять это состояние чистоты, духовной радости, отрезвения, и тогда есть множество разных возможностей, чтобы эти дни провести с пользой. Вот. Если в эти дни последние, дни поста друзья, родственники зовут в гости, человек, который хочет строже, получше подготовиться к Рождеству, должен отказаться или принять приглашение? Ну, конечно, нужна мудрость, чтобы не устраивать из-за этого конфликта и скандалы с родственниками, ведь никто же нас не будет насильно заставлять кушать скоробную еду. Если мы просто придём, сядем за столом, посидим немножечко, пообщаемся, поздравим с праздником, с Новым годом, поблагодарим, как-то подарим душевное тепло своим родным, этого достаточно, мы же не должны съесть то, что нам положили в тарелку. Это, в общем-то, не мешает, если мы сами как бы не имеем цели вот как бы нам быстрее поесть что-то, а имеем цель вот пообщаться с близкими и подарить им радость никак не помешает с ним вместе за столом посидеть. Другое дело, что мы сами сейчас тебе даём какое-то послабление, оправдываемся, да, вот сейчас Новый год, но мы что, хуже других, что ли? И, к сожалению, сходим с дистанции в самый важный момент, когда уже, казалось бы, вот-вот победа была близко. Отец Иван, время нашей передачи постепенно подходит к концу, я думаю, что ещё можно несколько слов рассказать, сказать о цели поста, о смысле рождественского поста, повторить, может быть, какие-то вещи для лучшего их запоминания и понимания. Да, конечно, необходимо такой итог подвести нашего разговора, что цель поста это стяжать добродетели, самый главный добродетель любви, милосердия. Вот к этому и ведёт нас пост. сначала мы воздержимся в еде, воздержание в еде позволяет нам увидеть свои немощи, видение своих грехов и немощи позволяет нам принести Богу покаяние, сокрушение, сердце и побуждает нас к тому, чтобы это покаяние было деятельным, чтобы оно проявлялось в делах любви и милосердия. И постепенно, постом, церковь нас вводит таким узким путём в Царство Божие. Потому что Царство Божие, как говорится в Евангелии, оно внутри вас есть. Царство Божие – это Царство Любви. И вот к этому нас ведёт Великий Пост. И Великий Пост, Рождественский, любой Пост ведёт нас к стяжанию Любви. И вот в этом наша цель. В этом наше главное упование, наше утешение, что, идя этим путём поста, мы сможем с вами ощутить, как нас любит Господь. И как прекрасно, что мы можем тоже отвечать на эту любовь своей любовью. Спасибо вам большое, отец Иоанн, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей. Господи, благослови и помилуй. Помоги нам довести свой пост до конца достойно. Спасибо, Господи. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был на сайте храма в честь иконы Божьей Матери от Рада Утешения на Ходынском поле протерей Иоанн Кудревцев. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова